Мы вернулись, вы смотрите «Израиль за неделю» каждую субботу на RTVI. Итак, позади еврейский Новый год, грозные дни, судный день, Суккот. О смысле еврейских праздников мы хотели бы поговорить сегодня с писательницей Эстер Сигаль. Добрый вечер. И раввином Шимоном Аршаломом, основателем и директором Центра Шурашим. Добрый вечер. Здравствуйте. Эстер, праздник Суккот. В чем смысл, в чем суть праздника? Ну, в двух словах очень трудно передать эту суть. Поэтому посвящены целые трактаты Мишны и Талмудам. Все-таки попытаемся. Для меня, наверное, это две основные идеи. Первое. Это то, что мы расстаемся с иллюзией того, что наше жилище, которое надежно как бы защищает нас с этими стенами, на самом деле решает все наши проблемы. И там, как за каменной стеной. Мой дом и моя крепость. Мы выходим из домов вот в эти самые шаткие конструкции, в которых и крыша протекает, рискуя запустить в наш бульон потоки дождя с небес. И стены там шаткие дрожат под ветром. И тем не менее там, внутри, наедине с Творцом, мы верим в то, что действительно защищены и преисполнены оптимизма, бодрости, надежды на будущее. Это одна идея. Ну и вторая, которая для меня, наверное, более значимая. Сука, шалаш – это символ единства. Единства всех. Всех гостей, которых мы принимаем там. Единства всего народа. Всех наших помыслов, наших душ. Не случайно еврейский закон подразумевает, что когда мы строим Суку, мы должны руководствоваться определенными критериями в ее размерах. Мы не можем построить ее ниже определенного уровня, выше определенного уровня. Мы не можем построить ее уже, чем многоточие. Но она никак не ограничена ни в ширину, ни в длину. Потому что чем больше народу соберется там, тем лучше. И даже существуют пророчества, древние пророчества, которые гласят, что после прихода Мессии, после того, что будет восстание из мертвых, все евреи и неевреи, праведники народов мира, соберутся в этой глобальной, грандиозной суке. Это может быть речь о нескольких миллиардах человек. И вместе будут праздновать и наслаждаться тем, что наконец-то настало Царство Божие на земле. И поэтому как же ее ограничить размером? Это основная идея. Все вместе. Но что может быть прекраснее? Равина, а почему целую неделю нужно находиться в шалаше? Мне кажется, что это связано с тем, что мы сейчас переживаем некоторый комплекс особых дней, особого месяца в еврейском календаре. И был день суда, Роша Шана, Новый год, который касается всего мироздания, не только еврейского народа. Был особый день близости еврейского народа с Творцом. Это Йом-Кипур, день искупления. И после вот этого очищения, который весь наш народ пережил, наступает праздник Суккот. Праздник, связанный с природой, с растительным миром в большой мере. Праздник, который дает нам уверенность и силы в возможности очиститься. И этот праздник является универсальным. Наши пророки говорят, что те из народов в будущем, которые не придут праздновать праздник Суккот в Иерусалиме, в храме, не будут удостоены дождя, например. Почему это так? Потому что пока что, пока мы находимся в том историческом витке, который только ожидает избавления, есть некоторый разрыв между нашим представлением о природе, о естественном мире и духовными идеалами. И поэтому, как говорит наша Тора, только в Иерусалиме, только в стране Израиля, дождь, плодородие зависит от наших молитв. Во всех других странах это природный процесс. Но на самом деле, когда будет избавление, не будет никакого разрыва, и будет ощутимая связь между природой, тем, чем человечество удостаивается, и его моральным уровнем. И поэтому праздник Суккот на самом деле, это праздник, который мы держим ответственность за весь мир. Не случайно, в течение этих семи дней в храме приносятся жертвы по численности своей, в сумме составляющую 70. 70 по основному количеству народов мира. 70 народов мира. То есть, на самом деле, наша близость с Творцом в эти дни, это близость, которая обеспечивает благо всего человечества. Это тот самый праздник, где эта связь между еврейским народом и человечеством, ответственностью еврейского народа за весь мир, за человечество, эта связь наиболее явная. Эстер, а что делать таким, как я, атеистам? Вы как бы и за меня отвечаете в эти праздники? Ну, насчет того, что вы назвали себя атеистом, подразумевая, что я, например, религиозный человек, ну, будем смотреть правде в глаза. Невозможно, чтобы люди были атеистами, невозможно, чтобы они были искренне верующими, на основной, на каких-то доказательствах, аргументах интеллекта. Безусловно, нет черно-белого здесь разделения. Мы не можем доказать ни того, ни другого. Но насчет ответственности, которая объединяет нас всех, это действительно так. Мудрецы в Талмуде сказали, что евреи и неевреи тоже есть. Они вписываются, так сказать, в эту систему ответственности друг за друга, потому что существуют народы мира, у которых тоже есть определенный кодекс заповедей. Они соблюдают их, они помогают нам. Да, все ответственны друг за друга. Безусловно, так. Друговая порока. И, кроме того, не надо взвешивать на весах, весы – это был символ действительно праздника Роша Шана, но, несмотря на то, что также это и знак Зодиака, в том месте, в котором мы сейчас все пребываем, не надо взвешивать на весах достоинства добрых дел, исполненных заповедей атеистов или религиозных людей. Мудрецы сказали, бывает так, что одно доброе дело, один акт спасения жизни, один акт благотворительности, сделанный человеком, который употребляет по отношению к себе вот этот самый термин, «Я атеист», оно может быть весит гораздо больше, чем весь кодекс 613 заповедей, который истово соблюдает кто-то другой. Скажите мне, пожалуйста, вот Истер меня просветила, когда говорили о том, что первый день суда – это Роша Шана, второй день суда – это сам судный день, а Суккот – это время для апелляции. Можешь подробнее об этом? Сказано, что Йом-Кипур, день искупления – это день, когда ставится печать на приговоре. То есть практически то, что касается прощения грехов, то, что касается исправления, официально этот процесс закончен. Но, может быть, это немножко связано с тем, что я говорил раньше. Ответственность за весь мир, ответственность за наш народ продолжается. И поэтому, например, говорят наши мудрецы, что именно в праздник Суккот весь мир перестает на суд во всем, что касается воды, дождя. То есть уже после Йом-Кипура. Когда заходит речь о плодородии, о благосостоянии иврейского народа, и всего мира, есть еще что делать, что называется, и в праздник Суккот. Всегда куда стремиться? Если с вашего позволения могу привести пример, например, что такое ответственность друг за друга. Вы правильно сказали, что наш центр, которым я руковожу, называется Шурашим. Шурашим на иврите – это корни. То есть, опять же, мы сегодня в мире ботаники немножко. Наш центр был создан для того, чтобы испечить любому еврею, атеисту, неатеисту, любых взглядов, возможность подтвердить свое еврейство после 70-80 лет коммунистического строя и подтвердить еврея настолько, чтобы он смог быть частью этого народа по всем критериям. То есть, вступить в брак с любым представителем любой еврейской общины. И эта услуга предоставляется и евреям в Израиле, и евреям в диаспоре и так далее. Этим занимаются религиозные люди практически, потому что это связано с равенатом, с еврейским законом. Зачем этим заниматься? Потому что действительно, на самом деле, если мы сейчас немножко отстранимся от того, что популярно, от того, что обсуждается в прессе, от того, что пикантно, а на самом деле подумаем, что такое единство еврейского народа, это действительно обеспечение единства в любых критериях. На самом деле, разницы, по сути, разницы между евреями нет. Тогда у меня вопрос. А как же четыре вида, которые символизируют четыре разных вида еврея? Случайно же их связывают в один букет. Ибо если есть растения, которые символизируют абсолютного невежду, который, к тому же, еще и добрых делах. Давайте только напомним нашим телезрителям, тем, которым... Четыре вида растения. У нас есть итрог, плод цитрусового дерева, который символизирует абсолютного праведника, который и добрыми делами славен, и большими знаниями тори. Потому что у него есть вкус и запах. Вкус – это, соответственно, знание, потому что внутри только вонзив туда зубы, можно его ощутить. Запах – это то, что распространяется наружу. Значит, все люди видят. О, он праведник, он делает добрые дела. Есть побег финиковой пальмы. Финики у нас символизируют вкус, то есть знания, но не имеют запаха. Стало быть, человек много знает, но ничего хорошего не делает. Ну, соответственно, есть мирт, адас, который очень вкусно пахнет. Значит, много добрых дел сделает, при этом не имея достаточных знаний. И ветви ивы, речной, орова. Нет ни вкуса, ни запаха. Человек, который и ничего не знает, и ничего не делает. Ну, совсем такой вроде как никчемный член общества. Их связывают в единый букет. Лучший пример того, что все мы разные. Да, конечно. И в разнице своей мы сильны, потому что, когда мы объединяемся, то, дополняя друг друга, мы символизируем вот это самое единство народа. И если какого-то растения не будет доставать, или даже по количеству этих самых ветвей в букете их будет ровно столько нужно, но какое-то из них будет пожухлое, листочки увянуты и так далее, все, эта заповедь не работает. И насчет апелляции, кстати, мудрецы спросили, почему нужно возносить его высоко, вот этот самый букет, который называется лулавом, по самому длинному растению, по пагигу финиковой пальмы. Очень просто. В древности был такой обычай, что когда из суда и после апелляции человек обвиняемый выходил оправданным, он поднимал высоко жезл. И даже стоящие в самых дальних рядах на галерке знали, он победил. Почему мы в сукот поднимаем высоко этот букет, мы победили, апелляцию принято, все преступления опрощены, мы начинаем с чистого листа. Табула раса. Тогда вопрос, зачем столько украшений в шалаше? Очень многим выходцам из Советского Союза, бывшего из стран СНГ, это очень напоминает елочную мишуру, то, что на елках. А делают и то, и то в Китае. Да, делают, кстати, и то, и то в Китае. Зачем это? Это символизирует что-то, или это просто для того, чтобы порадовать детей, потому что мы все прекрасно знаем, дети очень любят сукот. Конечно, есть у этого смысл. Потому что нет ничего в еврейской традиции, что не имело бы духовные глубокие корни. Во-первых, к тому, что Эстер говорил только что, о значении четырех видов плодов можно добавить известную очень, известную песню сукот наших братьев из восточных еврейских общин, песня, которую я очень люблю. Один из куплетов этой песни говорит, что эти четыре плода по кабале уподобляются органам в организме человека, которые ему помогают служить Всевышнему. Лулаф похож на позвоночник, Этрог похож на сердце, Гадас похож на глаза по форме своей, и Арава, то есть Гадас это мирта, Арава, то есть Ива, похожа на губы, на уста. И смысл, я присоединяюсь, конечно, к тому, что говорил Эстер, что смысл всего это в том, что на самом деле эти четыре плода это не разные части еврейского народа, которые мы какими-то силами сверхъестественными пытаемся объединить и связать, а на самом деле мы понимаем, что это все один организм. Весь еврейский народ это один организм. И поэтому мы их и соединяем, чтобы это выразить. По поводу украшений, конечно же, есть очень большая, что называется, разница между тем, что выдумали люди, и тем, что поверил нам Всевышний. Сука, как вы говорили раньше, это символ защиты. Несмотря на физическую недостаточность, то, что защищает в суке еврея, это слово Творца, что является самым верным и самым мощным фактором. Зачем тогда нужен шалаш? Именно чтобы это выразить, что нас защищают не физические стены, не каменные стены, которые нас окружают, а на самом деле мы находим свою защиту в слове Творца, в его заповедях. И поэтому, а когда мы уже выполняем заповеди Творца, в суке, то есть находясь, вы знаете, есть всего две заповеди по словам Равакука, которые еврей может выполнить всем своим существом, даже находясь в состоянии сна. Это проживание в стране Израиля и сука. Даже не находясь в здравом уме, что называется, и в памяти, и находясь, даже когда он спит, он выполняет этим самым заповеди. Время наше выходит. У меня к вам последний вопрос только. Я бы хотела понять. Я знаю очень много людей совершенно светских, будем называть их атеистами, которые соблюдают пост в Судный день и которые строят шалаши, просто потому что это очень нравится их детям. Как вот к таким людям относится религия? Религия ко всем людям относится очень хорошо. Потому что религия придумана для людей, еврейский закон дан для людей, и мир создан для людей. Поэтому как можно относиться к людям? Прекрасно. Тем более, что любое дело, сделанное для себя, для другого человека, для собственного ребенка, для их радости, это великая заповедь. И более великая заповедь. Просто нет и не может быть. Поэтому здоровья. Эстер Сигаль, большое спасибо. Равин Шимон, большое вам спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин